Теперь давайте откроем 9 главу Исаии с 1 стиха. Мне нравится это место. Галилея языческая. Вы знаете, сегодня все, что находится по ту сторону, языческое. Мы находимся сейчас с языческой, в языческой стране. Тут поклонялись языческим богам. И тут написано, Галилею языческую посетит Господь. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Скажи, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. В чем этот свет заключаться будет? Смотрите, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Это обетование, это пророчество, Слово Божие сегодня к церкви. Бог, Он изливать будет свой свет. На тень. Смотрите, интересная вещь. На тех, которые находятся в тени смертной. Может быть, ты говоришь, что мы сегодня не ходим в смерти. Но есть вещи, которые влекут тебя, и они заводят тебя в смерть. Это не грех. Это не проблемы. Это явная смерть, которая дышит тебе в спину и говорит тебе, ты умрешь, ты погибнешь. Тень смертной. Страна тени смертной. Состояние, когда мы, нам предначертано было умереть, погибнуть. Но Бог, Он открывается. В чем-то Он открывается. Послушайте внимательно. Я хочу дальше дочитать. Ты умножишь народ. Кто там так зевал сильно громко? Некультурно вообще. Спасибо. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы. Как радуются при разделе добычи. Как радуются при разделе добычи. Как радуются при разделе добычи. Во время жатвы и время добычи. Время благословения, которое придет. Смотри внимательно. Я хочу, чтобы ты услышал. Бог будет давать свое благословение. Но на что? Но на что? Ибо ошейник, тяготивший его, и жезл, поражающий его. Ошейник. У вас ярмо написано, да? Ошейник, который сдерживает тебя. Есть то, что не дает свободы. То, что сдерживало тебя. Смотрите. Ибо ярмо, тяготившего его, и жезл, поражавший его, и трость, притеснитель его, ты сокрушишь, как день в день Мадиама. Вообще, этот день очень интересный. Ты сокрушишь, как в день Мадиама. Был такой служитель Гедеон. Кто из вас его знает? Молодец. В книге судей был Гедеон. Человек, который находился в страхе. И его ситуация очень похожа на эту ситуацию, в которой пророк объясняет и рассказывает. Вообще, эта ситуация взята из той книги. Если так взять. Но эта ситуация, она сегодня. Вы знаете, есть пожирающий, который прибегал и набегал. Мадиатяне набегали на израильский народ. И они забирали все. Они разворовывали все. И у них не было даже того, чтобы прокормить свою семью. И Гедеон, он выбивал пшеницу в точиле винограда. Там, где вытаптывают виноград. Потому что не срок винограда, а время пшеницы. И Мадиатяне его не видели там. Он прятался от людей. Знаете, он был смышленый. Он был не глупый. Но Бог, он избрал Гедеона для того, чтобы тот стал судьей. Мадиатяне были поражены Гедеоном. Но если читать дальше историю, Гедеон пошел со сколькими людьми? Молодец. 300 человек всего лишь. Поразили войско, которое превосходило их в разы, в десятки, в тысячи раз. В тысячу раз. Оно настолько было большим. Вы знаете, не в количестве дела. Когда Господь с тобой не в количестве дела. Потому что Бог сказал Гедеону, что нужно сделать. И он что был? Послушен. Смотрите внимательно. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь. Что ты сделаешь? Ты сокрушишь. Ты разрушишь ее. Ты сделаешь с ней ничто. Она разрушится в твоей жизни. Что нужно сделать? Сокрушить трость притеснителя. Вас желать. Знаете, что Бог говорит Гедеону, когда он является? Вы помните, что он сказал ему? Кто из вас помнит? Приветствую тебя. Молодец. Муж сильный. Скажи, я сильный. Смотри внимательно. Сила моя не в том, что я имею. Гедеон сказал, я самый маленький в своем роде. Я ничего не имею и ничего не могу. У меня ничего не получится. У меня ничего не выйдет. Но он говорит, не надейся на твою силу и не надейся на твои умения. Надо надеяться научиться на Бога. Не силой, не воинством, но Духом Моим. Обетование, которое Бог сегодня дает. Если ты будешь надеяться на Бога, то возможно будет все. Все возможно нам, верующим в Него. Год этот, этот год движения вперед. Благословения вперед, которые Бог даст тебе, если ты будешь полагаться на Его Слово и на Его обетование. И все. Самое основное – ходить в Его обетовании. Что нужно сделать? Сокрушить жезл. Тот, который поражал тебя. Что в твоей жизни является жезлом, который поражает тебя? Вы знаете, некоторые поражаются ленью своей. Проблема у них, самая большая – это лень. Ты сокрушишь этот жезл. Ты должен научиться сокрушать свой жезл. Вы знаете, у некоторых страх. У Гедеона был страх. У второго человека – это грех, который запинал его и не давал ему выйти и сказать, что я могу что-то делать. Нам надо научиться сражаться с тем, что есть с нами, и Бог будет побороть за нас, и Бог будет бороться. Смотрите, что Он делает. Он снимет пояс, ошейник, который привязывал тебя к чему-то. Знаете, к точилу винограда. К точилу, которым ты даже не принадлежишь. Мы воины Иисуса Христа. Мы род избранный, царственное священство, народ взятый в удел. И вы знаете, мы часто привязаны чем-то. Но Бог говорит, я хочу, чтобы вы научились тому, Он сокрушит это ярмо. Каким образом? Давайте дочитаем. Ты сокрушишь, как в день Мадиама. Это происходит верой в Слово Божье. Полагаться на Его Слово. И вы знаете, самое интересное, 300 человек, они кричали, меч Господа и Гедеона. Бог дал обетование, что ты сокрушишь, как один человек. Что они делали? Они кричали, как один человек. Я хочу еще рассказать. Ты победишь, как один человек. Ты выйдешь и победишь Мадиатян, как один человек. И они сокрушали их, как один человек. Потому что они кричали, меч Господа и Гедеона. Гедеона вообще меча, может, и не было. Но у него было слово от Бога, который есть. Меч обоюдоострый. Обетование Божье. Спасение города, это и есть меч. Каким образом они разрушили свое ермо? Каким образом они разрушили, служа там, где они должны были служить, разрушая то ермо, которое тяготило над ними? Вы знаете, у некоторых есть страхи, сомнения, неверия и еще что-то. Жезл, который их побивает постоянно, и они не верят. Они не могут достичь чего-то. Но вам надо достигнуть это. Вам надо поверить то, что невозможно. Смотрите внимательно. Он говорит, интересно, народ, ходящий во тьме, увидит свет. Через кого? Просвещение происходит. Через кого-то определенного. Правда? Гедеон. Он получил пророчество. Он разрушил в своей жизни что-то. Он получил откровение. Он поборолся с чем-то. Он вышел на что-то. И это сражение было одного человека. Скажи, один человек. Ты будешь сражаться, как один человек. Но ты команда? Триста. Их было триста. Триста спортсменцев, да? Триста евреев. Способных к войне. Сильных. Верующих. Наполненных Духа Святого. Триста. Ему не надо было тридцать тысяч. Ему надо было триста. Которые готовы были идти за ним. О, они не были в страхе. Они свой страх оставили там. Они свои сомнения оставили там. Они свое неверие оставили там. Они победили его задолго до того, как пойти с Гедеоном. Мы должны научиться, что мы побеждаем сегодня, как Мадинь-Ян-Тян. Свои страхи. Свои сомнения. Своё неверие. То слово, которое Бог дал тебе. И когда ты берешь это слово, какое у нас есть слово для этого года? Борисполь. Молодцы. Меч Господа. Гедеона. Борисполь будет спасен Иисусом Христом. Аминь. То есть смотри, если ты веришь в это, ты будешь двигаться в этом направлении. Свет просветит этот народ. Люди во тьме увидят свет великий. Они ходят в страхе. Вы думаете, что люди здесь свободные ходят? Они в тени смертной находятся. Они находятся в состоянии вот-вот, что-то случится плохое или еще худшее. Вы понимаете меня? Но хорошего точно уже не случится. Все хорошее уже было у них. Они не могут двигаться вперед. Но у вас есть откровение для них, что есть Иисус. Меч Господа. Гедеона. Ты поразишь как одного человека. Ну тогда я сражусь с ним. Тогда я буду бороться. И вот когда мы становимся как одним человеком, тогда мы сможем побеждать. Единство – это сила. Единство за в чем-то – это сила. Они шли на войну сражаться с мадиетянами и не готовы были положить свою жизнь. 300 человек на 40 тысяч. Это ненормально. На сколько? Я не помню сколько. Там 40, по-моему, тысяч. Или 30, или 40. Сколько? Там больше даже было. Мадиетяне, там еще кто-то. Но Бог поразил их как одного человека через Гедеона и тех, которые были с ним. Вы знаете, интересно, мне нравится, почему Бог так делает. Каким образом? Он чудный и Он советник. Нам надо научиться слушаться Его. Смотрите внимательно. Родился Иисус. Мы празднуем все Рождество. Теперь не надо ничего делать. Не надо вообще ничего делать. Он уже спас нас. Вообще не надо ничего делать. Церковь ходить не надо. Тогда почему у тебя еще есть ермо? Почему ты страдаешь от какого-то жезла? Почему тебя что-то избивает? Почему ты прячешься в определенном месте для того, чтобы молиться своему Богу? Почему у тебя проблемы? Ответь мне на эти вопросы. Потому что некоторые не могут ответить на эти вопросы. Знаете почему? Потому что они смирились с тем, что живут. Ну, живут так все. Но Гедеон не смирился. Я когда вижу людей, которые не смиренные, они готовы к войне. Вы знаете, что сделал Гедеон? Он вострубил и сказал так. Кто не смирен перед маммадетянами, пошли за мной. Тридцать тысяч человек вышло. Несмиренных. Но готовых к единству было только триста. Способных к войне было триста. Бог отбирал их. Бог отбирал их. Сначала он сказал боязливых и тех, которые не хотят совсем. Потому что некоторых подбадривают к войне. Так, давай, давай, ты можешь, у тебя получится. Таких не надо брать. Надо горящих. О, а теперь пошли воду пить. И они стали на колени и начали лакать воду. И только те, которые вот так вот пили. Легонечко. Они пошли вместе с ним. Триста человек. Он выбрал триста человек из тридцати тысяч. Какой-то странный Гедеон. Нет, это не Гедеон странный. Он знает. Гедеон тоже опытный. И эти опытные люди, они делают осторожно все. Настороженно. И вы знаете, интересно. Я понимаю, что есть люди, которые способны, и они способны делать вместе с тобой, в единстве. Этих людей не просто отогнать от себя. Вы понимаете? Когда человек в откровении ходит, они прилипают друг к другу. Их тяжело отогнать друг от друга. Понимаете? Они как будто бы... Ну, с Иисусом ходили ученики. И только двенадцать прилипло так, до такой степени, что даже то, что Он не говорил, они все слышали. Двенадцать всего. С Гедеоном было триста. Великое поражение наступило тогда, когда они были готовы кричать то, что Он скажет им. Знаете, что вы будете кричать? Меч Господа Гедеона. А чего это я должен так кричать? Кто ты такой, Гедеон? Твой урод самый маленький. Ты у отца никто. Ну и что, что ты там сжег жертвенник Бога? Я не верю в тебя. Я не верю в то, что... Вы знаете, они так не говорили. Они прилепились к тому откровению, что мы можем восстать против. Есть люди, которые готовы к войне, готовы к сражению, готовы бороться с их грехом, готовы бороться с теми проблемами, вызовами, которые ставит это общество сегодня. Смотрите. И Он говорит, что Бог делает в тот момент. О, смотрите внимательно. Это не значит, что вы не будете сражаться. У вас 300 человек, у них было много работы. Вы знаете, у 300. У них встание должна создаться такая обстановка страха, сомнения, недоверия, злости, обиды и еще чего-то. И тогда воскликните все вместе. Ну, вам надо подготовиться к этому. Каждый со своей стороны. Они разбили кувшины. Они разбили и бросили огонь. И кричали, меч Господа и Гидеона. И они начали закалывать друг друга, потому что в темноте думали, что это враг. И они убивали друг друга. У них не было силы. Потом вот этим 300 надо было столько сил для того, чтобы вот эти богатства все собрать и занести к себе. Они вообще освободили людей, правда? Они освободили свои города. Но не только освободили, они обогатили свой народ. Смотрите, я дочитаю. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда обогренной кровью будут отданы на сожжение и в пищу огню. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда обогренная кровью будет отдана и в пищу огню. Другими словами, у них даже и не будет чем сражаться против вас. Нет, послушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы услышали. У них не будет даже силы сражаться против вас. У них не будет оружия сражаться против вас. Потому что огонь пожрет меч Господа. Нет. Что там было? Что там было? Огонь. Огонь, который пожрал их. У них не было даже чем сражаться с теми трехстами. Потому что Бог умудрил их и дал им мудрости. Огонь от Бога и шел. Сошел огонь от Бога. Как сходит огонь от Бога? Они что-то для этого делали. Они готовились, правда? Они хотели к сражению. Они готовы были идти. И дальше мне нравится. Исайя говорит. Ибо младенец родился. Дальше написано. Младенец родился нам. Сын дан нам владычество на раменах его. Я рассказывал, что такое рамена. Как он будет. Как он пасет. И как он действовать будет. Как он действовать своей силой будет. Но смысл не в том, что он носит нас, как овец. Смысл в том, что мы готовы вместе с ним идти. Действовать вместе с ним. Он берет, как овцу у нас и несет в свой стан. Правда? Как добычу, которую он будет принимать. Смотрите. Младенец родился нам. Сын дан нам владычество на раменах его. Нарекут ему чудный советник. Бог крепкий. Отец вечности. Князь мира. Все это имена Бога для нас. Чтобы мы знали, с кем мы сражаемся. Меч Господа. Кто является для нас силой? Ибо младенец родился нам. Меч Господа и Едиона. Есть та сила, которая будет вести нас и направлять нас. Сила Божия. И смотрите. Смотрите. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века ревность Господа Саваофа соделает это. Это даже не мы будем делать. Правда? Если вы хотите узнать, как Бог будет делать, Он сокрушит, как Мадея и Тян Борисполь, Он отдаст в наши руки. Еще раз говорю, Он сокрушит, как Мадея и Тян Борисполь, отдаст в ваши руки, если мы готовы принимать его слово. Вы знаете, Бог испытывал Гедеона, готов ли он или нет. Он ему говорит, разрушь жертвенник в доме отца твоего, разрушь все, что было строено раньше, построено раньше, для того, чтобы что-то новое возникло. люди хотели убить за это его. Отец заступился, Бог заступился за него. Вы знаете, часто в нашей жизни такие вещи происходят, которые нам непонятны, но они происходят как брань. Вот-вот мы должны уже умереть, но Бог заступается за нас, Бог заступился за нас не просто так. Бог дал нам жизнь не просто так, чтобы мы отдали ее. И вы знаете, Гедеон проверяет Бога, и он спрашивает, ты ли посылаешь меня на сражение или не ты, ты ли это делаешь или не ты. Меня это удивляет, но Бог дает ему ответы всегда. Бог подтверждает не один раз, там сначала появляется влага на земле, потом на шерсти, и каждый раз Бог отвечал, да, я посылаю тебя, слово от меня, все нормально, все хорошо, но мы не доверяем ему. По какой причине мы проверяем Бога, испытываем Бога, почему у нас происходят такие вещи? Потому что в нашей сущности заложено, что мы не верим, мы не верим тому, что Бог может сделать в моей жизни, изменить мою жизнь, изменить меня, изменить тех людей, которые со мной, потому что я смотрю, и вы знаете, он смотрел на этих 330 тысяч человек, и он был в разочаровании, потому что он говорил, эти люди не способны к войне, но когда у него осталось 10 тысяч, и он подвел их пить, да, сколько, 10 там, не помню, я в числах не помню, 10 тысяч, и он подвел их пить, там осталось вообще 300, и он говорит, все, мы сможем, это точно Бог, вы знаете, самое интересное, не количество, а то, что делает Бог в твоей жизни, правда, доверься Его Слову, доверься Его Слову, а, когда он подошел к Стану и понял, что их очень много, ему пришлось пустить туда соглядатых, кто такие соглядатые, это те люди, которые высматривают, и они подслушали, знаешь, что? Сны видят, у них нету даже оружия, они видят, что конец их близок, вы знаете, самое интересное, люди сегодня в предвкушении того, что происходит, люди в страхе находятся, в сомнении и страхе, и я вам хочу сказать, с кем бы ты ни разговаривал, с кем бы ты ни говорил, кто из вас общается с людьми? Они находятся в страхе, как они платить будут, что у них происходит, как у них будет, они ужас, у них ужас на ужас. Сегодня смотрел, что в Борисполе происходит за маршрутки, война идет, на 4 рубля, до 4 или 4 на 4 вау, в Киеве давно уже по 8, да, ничего, а у вас 24 туда, страшно страшно стало? Аллилуйя, смотрите внимательно, ибо всякая обувь воина во время брани и одежда обогренная кровью будут отданы на сожжение и пищу огню. Бог заберет это у них, силу даже сражаться. Они не выйдут на сражение против вас. Они только вошли туда в победе. Понимаете меня? Не я буду бороться, не я буду, я буду только смотреть, а Господь будет поборать за меня. Я буду только смотреть, но нам надо быть готовым, нам надо все делать для того, чтобы это произошло, правда? Гедеон это делал, служение продолжалось, движение вперед продолжалось, те походили домой, те заняты своими делами, а 300 человек работали. Они готовились к войне, они не знали, что их ожидает, правда? Но они доверились Богу. Вот это состояние доверия Богу, оно и делает тебя способным к сражению. Доверься Богу. Твоя жизнь, может быть, она не соответствует определенным рамкам, но если ты в единстве можешь находиться все в порядке, ты можешь двигаться вперед. кто-то только что убили Иисуса 40 дней назад, 50, на день Пятидесятницы сходит Дух Святой. И знаете, у людей нет силы противостать им, правда? У людей нет силы, они умилились сердцем и все каяться начали, как один. Правда? По какой причине? Потому что у них не было даже оружия, чтобы сражаться, оно отдано огню, огонь сошел с неба и пожрал это все. Вы знаете, сегодня тебе надо поверить тому, что Бог может сделать в твоей жизни, но тебе надо платить цену, мне надо платить цену, нам надо платить цену, какую? О, слушайте, надо выйти из своего и войти в Божье. Гедеон не ожидал, что он станет судьей тогда, честно. Он не ожидал, что он станет судьей, но он победил как один человек, он сражался как один человек, их было 300, но от трехстаг ничего мы не слышим, правда? Больше. Гедеон был поставлен судьей, но он одолел, он принес эту победу, когда они поверили, и вера, она сделала свою работу. Вы знаете, я хочу сказать о том, что мы должны двигаться в Духе Святом, и если вы хотите, чтобы люди увидели свет и просвещение, нам надо быть как один во всех делах, во всех поступках, что бы мы ни делали, что бы у нас не было разногласий, мы сражаемся за этот город, правда? Мы воюем за этот город. о, если ты хочешь идти домой, беги сразу, потому что у нас сражение, мы этот город возьмем. Если ты думаешь, что это невозможно, беги сразу, потому что мы этот город возьмем. если тебе не хочется ничего делать, тоже беги сразу, потому что мы этот город возьмем, потому что он не брал с собой тех людей, которые не хотели ничего делать. Он говорит, возьми способных к войне, призови их, 30 тысяч, 10 тысяч, а потом 300 человек. у кого дети там хозяйство и кому страшно, кого сюда позвали просто так, идите домой. Понимаете, если у вас нету веры, идите домой. Вот почему я говорю, что этот год, этот год сражения, этот год благословения Божьего, которое я просто предвкушаю, я думаю, что это может произойти в твоей жизни, или же ты будешь смотреть на то, что происходит. Не, мы вкушать будем все спасение этого города. Но участвовать будут только определенные. И я хочу, чтобы мы участниками были. Я хочу быть участником этого. Меч Господа и упованием этого всего является упование на Иисуса, скажи. Потому что Он сказал это. Он дал нам, младенец дал нам владычество его на раменах его. И мы каждого занесем, внесем, вынесем, вытерпим, изменим, сделаем. Правда? Перемены придут. Скажи аминь. А теперь я задам вопрос. Есть люди, которым нужно покаяние. Здесь, на этом месте. Вам надо признать, что вы нуждаетесь в том, чтобы Иисус вошел в ваше сердце, изменил вашу жизнь. И Библия говорит, они победили его, дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего. Есть моменты, когда я каюсь дома, в уединенной комнате. это мое покаяние с Богом. Но мне надо еще засвидетельствовать перед братьями, что я тот человек, который вхожу в то общество. Поэтому мы каемся в церкви. Церковь нуждается в том, чтобы люди приходили и каяли здесь, потому что вы должны победить того дьявола, который в вашей жизни, страх, сомнение, недовольство и все остальное. Вам проще. каким образом? Прости меня, Иисус, я нуждаюсь в тебе, я грешник. Если ты нуждаешься в этом, тебе нужно сегодня признать, что ты нуждаешься в Иисусе Христе. Меня не интересует, что ты каялся где-то там в тихой комнате. Меня это не интересует. Меня интересует твое свидетельство перед многими, потому что когда ты станешь перед людьми и скажешь Иисус мой Господь, Иисус мой Царь, и ты не постесняешься этого, тогда ты победил своего дьявола, своего беса, свою проблему, и тебе нужно в этом стоять и твердым быть. Но если ты еще находишься в таком не время, и еще ты не покаялся, честно ты еще не пришел к Богу. О, может быть, тебя убедили прийти на сражение, на войну, тебе посвятили чем-то, или еще что-то. Но я вам скажу, беги отсюда. Беги, потому что то, что Бог дает, Он дает победу полностью и сразу. Если ты хочешь победы, ты должен вернуться к Нему и сказать, я грешник, прости меня, я больше не буду, я меняю свою жизнь. Перед Иоанном, когда приходили креститься, знаете, как они заходили? Они заходили в воду и громким голосом исповедовали свои грехи перед всеми. Не, мы не просим исповедовать грехи, потому что все наши грехи были на Иисусе. Мы знаем, какие вы были ужасны, потому что и мы были такими ужасными, но вам надо признаться перед всеми, для того, чтобы свобода пришла перед всеми. И когда фарисеи к Нему приходили, каяться, Он сказал, по рождению ехидиных, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Он сказал, змеи подколодные, вы прячетесь, вы скрываетесь, вы те люди, которые скрываете свои грехи внутри себя, и вы не можете, вы знаете, Он говорил о них правду, потому что они не признавали его как служителя Божьего, который может изменить их жизнь, но Иоанн был таким, Иоанн был таким, и тебе нужно сегодня признать, если Иисус твой Господь, тебе надо покаяние, тебе надо покаяться, давайте встанемся.